Забавно. Сегодня ровно два года, как я ушел со старой работы и открыл свой бизнес. И вот никак понять не могу, правильно я тогда сделал или нет. По деньгам вроде выиграл, на прибыль не жалуюсь. Но ведь в конторе 8 часов отработал и свободен. А в своем магазине по 12 часов горбатишься и без выходных. Доход получается хоть и больше, чем зарплата была, но вот стоит ли оно того? Думаю, что стоит. Потому что вы забываете, что помимо прибыли от вашей текущей деятельности, вы еще и создали бизнес, который сам по себе стоит денег. И который вы можете продать, если захотите. Продать-то я могу, только вот сколько он стоит сейчас? Слушай, а как вообще определяется, по чем бизнес можно продать? Ну вообще-то окончательная стоимость бизнеса это результат переговоров продавца и покупателя. Но есть три подхода к оценке, которые позволяют задать хотя бы примерные рамки для такой торговли. Интересно, и что это за подходы? Первый подход по методу аналогов. Если известно, за какую сумму был недавно продан аналогичный бизнес, то можно отталкиваться от этой величины. Но такой подход можно использовать только для публичных компаний, где информация по сделкам более или менее доступна. Но нет, если кто-то из коллег-конкурентов свой бизнес продаст, то вряд ли честно расскажет, по чем он это сделал. Тогда есть второй подход. По стоимости активов. Обычно такой метод применяется для бизнесов с низкой или нулевой доходностью. Впрочем, в зависимости от ситуации, может использоваться как ликвидационная стоимость, то есть за какую сумму можно продать имеющееся у вас имущество. Так и стоимость приобретения, то есть в какую сумму обойдется сейчас покупка оборудования и материалов, необходимых для запуска такого же бизнеса. Если так посчитать, то мой магазинчик совсем немного стоит. Холодильные камеры, прилавки, кассовый аппарат и товары на полках. Но ты же сам говоришь, что этот метод применяют для бизнесов без доходов. А у меня вроде прибыли есть и не такая уж и плохая. Вот именно. Поэтому в вашем случае правильнее применять метод оценки. По стоимости будущих денежных потоков с учетом дисконтирования. Чё? Попробую объяснить. Вот скажите, сколько ваш бизнес приносит дохода в год? Так, значит я зарплату себе беру, примерно 80 тысяч в месяц. Плюс еще по концу года прибыль остается, ну, где-то с миллион, как минимум. Зарплату не считайте. Вы же выполняете определенный объем работы в своем магазине. Если бы вы ее не делали, то пришлось нанять кого-то и платить ему такие же деньги. Так что будем считать, что ваш магазин приносит вам, как собственнику, миллион рублей в год. Я правильно понимаю, что ваш бизнес довольно стабилен. И в следующие годы будет приносить примерно столько же. Примерно так. Минимум лет 10 проживет. Куда он делится? Ну вот смотрите. В этом году ваш бизнес принес 1 миллион. В следующем еще один. Но мы уменьшим эту сумму на стоимость капитала. А это еще что такое? Вот вам самое простое объяснение. Один рубль, который вы надеетесь получить через год, будет дешевле, чем рубль, который уже у вас в кармане. Потому что сегодняшние деньги вы можете инвестировать в другие бизнесы и заработать за год. Ну да, я так прикидываю, что на вложенный рубль я копеек 20 за год заработаю. Как минимум. Предположим, что потенциальный покупатель вашего бизнеса так же хорошо умеет обращаться с деньгами. Если так, то стоимость капитала можно принять равной 20%. Значит, миллион, который вы заработаете в следующем году, сегодня можно реально оценить в 800 тысяч. А очередной миллион, который ваша компания заработает через 2 года, нужно уценить на 20%. А потом еще на 20%. И в сегодняшних деньгах он уже будет стоить 640 тысяч. И так далее. И примерно получится вот такая таблица. То есть получится, что за 10 лет ваш бизнес сгенерирует прибыль, которая в пересчете на сегодняшние деньги составит примерно 4,5 миллиона рублей. Вот где-то от этой цифры вы и будете отталкиваться в переговорах с вашим потенциальным покупателем. Реальные расчеты стоимости гораздо сложнее. Я лишь только показываю сам принцип. Понятно. Выходит, не зря я тут горбачусь. Свои вложения я давно уже отбил, прибыль капает. А если вдруг решусь продать свой бизнес когда-нибудь, то, глядишь, и на безбедную старость хватит. А чему вы удивляетесь? Создание бизнесов с целью последующей продажи иногда оказывается даже выгоднее, чем получение от них текущей прибыли. Все зависит от конкретной ситуации. А у нас на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube канал Справочное бюро предпринимателя. И увидимся.